Здравствуйте! Это программа Афиша. Расскажем, какими культурными событиями откроет летний сезон Магадан. В первые летние дни в столице Колымы состоятся зрелищные соревнования. При поддержке Агентства по туризму Магаданской области 2 и 3 июня на реке Дугча пройдет первенство Магадана по спортивному туризму на водных дистанциях. Подобные мероприятия проводятся второй год. Программа включает соревнования на дистанциях катамаран, каяк и командная гонка. Команды-призеры будут награждены дипломами и кубками, а победители в отдельных дисциплинах медалями и грамотами. Официальная тренировка участников пройдет 2 июня с 18 до 21 часа. Узнать подробности можно по телефону 61 76 67. 3 июня в 13 часов Театральная площадь приглашает юных колымчан и всех желающих поболеть за них на масштабный велопробег автостопом по книжным тропам. В программе квесты и игры. Тот, кто придет в полной экипировке, получит дополнительный приз. Всех гостей велопробега ожидает отличное настроение и много познавательного. 85 городов по всей стране, 11 часовых поясов и один старт для нескольких тысяч любителей спорта. Это больше, чем просто забег, в котором и приглашают поучаствовать магаданцев 4 июня. В прошлом году до победы оставалось совсем немного. Магадан занял второе место и теперь вновь сможет побороться за звание беговой столицы России. Узнать положение шестого всероссийского полумарафона и зарегистрироваться на участие можно на сайте забег.рф. До 5 июня с 10 до 18 часов студенты Магаданского колледжа искусств специальности социально-культурная деятельность приглашают на творческий показ о размышлении, где продемонстрируют свои навыки актерского мастерства и художественного слова в моносценах, объединенных общей тематикой. Зрителям будут представлены отрывки известных произведений Александра Островского, Роберта Рождественского, Бернарда Шоу и других авторов отечественной и зарубежной литературы. В монологах главные герои размышляют о прожитой жизни, о судьбоносных встречах и расставаниях, о неразделенной любви и светлых надеждах. Записаться на посещение показа и узнать все подробности можно по телефону, который вы видите на экране. Также до 5 июня Магаданский колледж искусств приглашает посетить еще один творческий показ в мире басен. Слушатели смогут погрузиться в ироничный мир этого жанра. Каждая басня найдет отклик в сердце зрителя, ведь именно она легко и образно высмеивает людские пороки и призывает к проявлению лучших человеческих качеств и сохранению моральных ценностей. Вход для всех желающих свободный. Если вы полны творческого задора и энергии, любите духовую музыку в различных стилистических жанрах, то это мероприятие для вас. 7 июня 18.30 Магаданский колледж искусств приглашает на концерт от классики до джаза, в котором примут участие студенты и артисты Магаданского оркестра духовой и эстрадной музыки. Концертмейстер, лауреат международных конкурсов Александр Горностаев. Приобрести билеты можно в кассе или по телефону 60 54 55. Любители театрального искусства часто интересуют, как рождается спектакль, как артисты репетируют роли, как подбирается грим, костюмы и реквизиты, как осветители и звукорежиссеры настраивают свою аппаратуру, чтобы спектакль заиграл всеми красками, и какие существуют приметы и обычаи у актеров. Обо всем этом и многом другом посетители театра могут узнать в рамках тематической экскурсии. 7 июня 15 часов Магаданский музыкальный и драматический театр готов приоткрыть занавесу тайн в путешествии в Закулисье. Участники экскурсии смогут увидеть сцену с другой стороны пройти по служебным лестницам театра, заглянуть в гримерные комнаты артистов и прикоснуться к различным театральным профессиям. Приобрести билеты и узнать подробности можно по телефону 64 87 20. 9 июня в 15 часов Центр культуры приглашает на торжественный концерт «Вместе мы Россия», посвященный Дню России. В программе мероприятия представят свои творческие номера муниципальные и самодеятельные коллективы города, оркестр русских народных инструментов «Метелица», народный ансамбль академического народного танца «Колымские звездочки» и многие другие. Узнать все подробности можно по телефону 62 61 84. Такими культурными событиями запомнятся ближайшие дни. Об остальных расскажем в следующем выпуске Афиши.